Надеюсь, вы знаете, кто я такая? Знаю. Есть люди, которые имеют одну октаву, это очень хорошо. Полторы практически никто не имеет. У него было чуть больше полутора. И он ими очень умело пользовался, так сказать. Ты, мои крылья, ты из-за этого барахла! Победа! Он очень широкого диапазона артист. Он, может быть, по старым меркам герой, герой-любовник и характерный артист. Толом! Не за мной, Толом! Ты положительно больше меня не успели! Он нас учил к отношению не как к профессии, к этому нашему делу. Это что-то другое. Это даже не ремесло. Это какое-то служение. Он так сам жил. КОНЕЦ КОНЕЦ 1965 год. Театральная и киношная Москва полнится слухами. Молодой, но уже известный актер Олег Табаков на грани жизни и смерти. Инфаркт в 29 лет. Спустя годы Табаков будет говорить об этом с юмором. Услышав, что он совсем плох, к постели умирающего потянулись коллеги со скорбными лицами. За кого же ты меня покинул? КОНЕЦ 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 инфаркта. Конечно, начал себя жалеть, больше беречь себя, потому что, наверное, чувствовал, что у него длинная дистанция, и мы предназначим. Выйдя из больницы, Табаков сразу же начал репетировать роль Адуева-младшего в спектакле «Обыкновенная история», который ставила в современники Галина Волчек. Она на полгода остановила репетиции, ожидая своего коллегу и друга, потому что видела в этой роли только Олега Табакова. И этот спектакль стал событием в театральной жизни Москвы. Зрители были в шоке, вы знаете, вот от того игры. Там есть такая сцена, где он говорит, что он не победил Петербург, не победил, не победил, он плачет, у него истерика. И после этого ЗТМ, перемена декораций, темнота в зрительном зале. «Будь ты проклят!» Такое было ощущение, что следующую картину зрители не дадут начать, потому что началась такая овация после этого монолога Олега. И браво! И вообще, что-то орать начала публика. Если б он вышел после этого и сказал «за мной на баррикады», то весь зал бы рванул за ним. Табакову такая восторженность публики, конечно, нравилась. Как он сам признавался, чистолюбив был с детства. С того самого, которое пришлось на войну. Тогда письма отцу на фронт он подписывал «Маршал Лелик Табаков». Сочетание таких разных по масштабу и смыслу слов, придуманных маленьким Олегом, как-то очень точно определило его дальнейшую судьбу. С одной стороны, он всегда был лидером, а с другой, был и на всю жизнь остался Леликом, лукавым лицедеем, ироничным пересмешником и незабываемым жизнелюбым, способным сыграть практически любую роль. В голодные военные годы в письмах отцу, фронтовому медику, маршал Лелик всегда просил привезти ему что-нибудь вкусное. В Саратове, родном городе Табакова, еды не хватало. Да, это военное детство. Это письма, когда он писал «Папа, пожалуйста, привези мне сладенького, побольше сгущенки». В 1943 году мама Табакова, врач-терапевт, уехала работать в госпиталь в небольшой городок на берегу озера Ильтон, взяв с собой маленького Олега и его сестру. Там тоже было голодно, поэтому мальчишки охотились на дров, которые прилетали на озеро. Я не помню, что это была за птица, но какая-то, которую надо убить одним ударом. И он, к сожалению, не вышел у него. И как бы птица повернулась, и когда он убегал, она побежала за ним, и оттяпала ему кусочек мяса из икры. Но были и другие, более безопасные методы, чтобы подкрепиться чем-нибудь вечно голодным мальчишкам. По весне, когда луковицы подснежников становились сладкими, Олег и его друзья выкапывали их и ели. Трепетное отношение идеи – это голодное детство. Он был всеяден и мог есть в любой момент. И он нас говорит, вы не умеете есть. Вот кто так ест? Ну кто так ест? Надо есть так, чтобы в зрительном зале все слюной зашлись. Прямо вот, вот как надо есть. Смачно. Ребята, а где варенье? Я вишневый люблю. А у нас малинами. Давай малинами. Не слабо. Так получилось, что мы с Олегом Павловичем сидели рядом за столом. Вдруг он смотрит, говорит, Светка, ты что, все доело, что ли? А подливу есть будешь? Я говорю, да нет, Олег Павлович, я уже не могу. Берет хлеб и вот так в мою тарелку, всю подливу эту и съел. И говорит, вот это, вот оно, военное детство. Что у тебя там? Суп. Он рассказывал, как в общежитии, когда ему из Саратова, значит, посылки привозили там его однокурсники, значит, быстро все у него все разбирали. И прям для него это было какие-то такие моменты до слез, я так понимаю, потому что вот это вот ощущение, что у тебя есть запасы, для него по жизни очень важные были. Что ему хотелось, чтобы впрок было, вот, чтобы было много. Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все. Олег был приглашен в гости к какому-то дипломату, не то английскому, не то американскому, и взял меня с собой. И вот там был ужин, и поужинав, он взял тарелку и стал ее вылизывать на глазах у этого дипломата. Тот сделал вид, что он, так сказать, ни капли не смутился. Тогда Табаков стал обращать на это сильно, что не нравится, а сам в это время вылизывает тарелку. Вот так у нас, он говорил, с такой ехидной-ехидной улыбкой. В нижнем какаду подобных детей отправляют в колонии для несовершеннолетних преступников. Не правда ли, милый Томас? Бесспорно! Как всякий большой актер, все свои жизненные невзгоды и радости, Олег Табаков переплавлял в роли, в невероятную органику существования своих героев. Голодное военное детство и оставшаяся на всю жизнь деловитая хозяйственность спустя годы воплотилась в неожиданном герое, завоевавшем миллионы сердец. Неправильно цитать, Федор, ботерброд ешь. Ты ему колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. Голос кота Матроскина, обаятельного пройдохи и хитрована, в одночасье запомнила вся страна. Запомнила и цитирует. Вот уже больше сорока лет. Я бы поехал, кабадин был. А корова моя, хозяйство, запасы на зиму. Он же всегда говорил, что он актер комедии, а не драмы, что ему лучше удается смешить людей. В принципе, если ходить все время серьезным и с таким насупленным видом, то от тебя люди будут уставать. А когда ты легкий, но при этом серьезный, это как-то гармонирует, мне кажется. Вот после свадьбы я ее познакомлю с тем, что называется изяществом. Поручу и погреб, скотный двор смотреть, научу разводить гусей, уток, кур и меня веселить. Я помню, что я видел спектакль «Русская народная почта», где он играл гениально. Но этот спектакль очень быстро был снят с репертуара. Потому что это была не комедия. Ему запрещалось категорически смешить и вообще быть тем табаковым, к тому матроскиным, к которому все привыкли. И он жутко мучился. У него пропадал даже голос иногда. Люди купили тысячный зал, билеты. Сейчас выйдет табаков. И как же не улыбнуться? А если что, вы меня не застрелите? Сынок, я же не убийца. Если что, ты сам застрелишься. Это он говорил, что это дело веселое. Актерство – это веселое дело. Игровое. Веселое дело принесло табакову первые плоды успеха после выхода на экраны в 1960-м фильма «Шумный день». «Степень жизненности». вовлеченности в жизнь героев, в том числе и Олега Табакова, была предельная совершенно. Они существовали с такими шекспировскими страстями в этой работе. И, конечно, я был просто потрясен тем, как Табакову удалось сыграть этого парня. Не смейте так разговаривать! Олег, перестаньте! Вы даже собственного сына не уважаете? Зачем же вы его тогда здесь-то? И при нас, при всех, и при Таньке? Танька нравится ему! Я не так давно был на площадке на съемочной и посмотрел, как работают актеры современные для сериала. И меня поразило, что они очень внутренне уравновешенно спокойные. Мне это было немножко непонятно, потому что нас учили по-другому. Мне казалось, что как-то надо эмоции какие-то там. Включать. Так вот, папа включал эти эмоции. Олег Табаков включал эти эмоции еще в школе-студии МХАТ, под крышей которой преподаватель Олег Ефремов создал студию молодых актеров, будущий театр-современник. Максималисты, романтики и бунтари, они мечтали о другом театре, другой эстетике, другом актерском самовыражении. И, конечно, Олег Табаков был среди них. Слушайте, лимон немедленно! Ну, это уж с вашей стороны хулиган. С вашей стороны хулиган. Нет, с вашей. С вашей стороны хулиган. Нет, с вашей. Сся дурак! Ой, кретинка, черт с тобой! любая премьера в театре современника любая не бывало принято начальством олег табаков кстати очень очень был таким хорошим товарищем олега ефремова по вот этой борьбе с начальством потому что олег табаков было благодаря своей киноизвестности был популярен а начальство любит такие вот известные лица и как-то немножко агрессия снижается когда входит такой человек в кабинет старое время решали такие вопросы сами а тут телеграф телефон и мне кажется вообще его все все время люди зрители только принимаю только на ура всенародная зрительская любовь проявилась однажды необычным образом и по отношению к необычному персонажу в творческой биографии олега табакова как долетели генерал благодарю отлично рад вас видеть знаменитые 17 мгновений весны собрали целое созвездие известных и актеров создавших такие неожиданные для советского кино образы врагов что зритель полюбил не только нашего разведчика штирлица но и их разведчика шелленберга в исполнении олега табакова то есть наша легенда переговоры это блеф для сталина так мы и доложим фюреру об операции случае права племянница шелленберга написала письмо и об этом узнали много много позже где она искренне совершенно благодарила отца за то что он один из немногих людей отошел в сторону от этих всех штампов и всего остального 17 мгновений весны были оглушительно популярны в часы показа сериала города и деревни по всей стране буквально вымирали мы ехали в саратов было ночь лил дождь грунтовая дорога машину свалилась ну практически сползли в кювет и выехать было невозможно вытащить ее тоже было невозможно все грязи мы идем по этой деревне и пытаемся у кого-то трактор или там хоть что-то как кого-то позвать на помощь и конечном итоге понимаем что не то есть везде горит горит свет да там не заглядывая в окна но никто не открывает двери и на пятом там каком-то доме нам открывают я понимаю почему в этот момент трансляции идет 17 мгновений весны у вас есть перо лучше если вы сделаете своим я до сих пор не проснулся в этом все тем и вдруг эти люди увидели в этом абсолютно грязном измазанном человеке вот того штандарта группенфюрера и это конечно был шок и я буквально в смысле слова вся или полдеревни ночью на руках не след машины долгие-долгие-долгие метры выдумали правда конечно выдумал смешно а а правдового полковника кроли тоже выдумали шучу к моменту премьеры 17 мгновений весны табаков уже не только известный артист но и педагог он создает небольшую студию при театре современник а вскоре начнется история его знаменитого подвала на улице чиплыгина в москве который сегодня все знают как театр олега табакова или просто табакерку он хотел так сказать своего театра он хотел быть для них папой мамы мамой для этой молодежи гуру медсестрой медбратом кем угодно ему хотелось своего дела в котором бы он сам за все отвечал люди истосковались по-настоящему искусству вы их пичкаете черт знает чем убирайтесь отсюда здесь будет проживать вильям шекспира маяковский я вот уже обмолвился четыре года где бы ни играл театр подвальный везде аншлаги это пугает не меня есть желатели есть родственники со стороны жены в 1978 году в подвале состоялась первая премьера затем последовали другие и вскоре новый театр у которого впрочем не было официального статуса стал известен не только в москве однако через два года партийные чиновники сделали все чтобы он закрылся мотивируя это политической незрелостью без идейностью и непредсказуемым поведением артиста табакова мечта театре не осуществилась это было колоссальным ударом другое дело у него было свойство идти вперед то есть он не впадал скажем так слова депрессии олег павлович такие несовместимые вещи но за одним ударом тут же последовал другой летом 80-го года из министерства культуры пришло письмо в котором табакову запрещалось заниматься педагогической деятельностью и мы же не дали набирать курс в я поступала на заочный фактически это через полный год нас сделали очным курсом занятия этих студентов проходили в опустевшим без зрителей подвале на чеплагина но власти москвы это терпели поймите дорогие мы работаем вместе не я один не гример один не оператор один не актриса одна мы все работаем вместе выпадает одно звено и рушится все было какой-то документальный фильм или передачи уже о студии табакова я увидел как он общается с артистами и меня это потрясло я заканчивал саратов театральное училище мы были так сказать дисциплине очень жесткой и вдруг я увидел что называется демократии когда артисты спорили студенты его спорили с ним мне это потрясло я понял что я буду учиться только у него с течением времени слова ученик табакова стали своего рода знаком профессионального мастерства а для самих учеников некой внутренней планкой не только актерской но и человеческой у меня звали знаете сниматься мужские журналы и тут значит очень меня уговорили на какую-то большую съемку но рассказали что все будет деликатно пределикатно и действительно насколько можно все было деликатно и вдруг на каком-то спектакле олег павлович меня подзывает и говорит лёля если я еще раз тебя увижу в трусах держись мать для меня это тоже стал некой планкой я не снимаюсь в рекламе потому что я ученица табакова я вот мне кажется что он бы это как-то не одобрил и никаких подобных вещей даже супер деликатных я себе тоже больше не позволяет это что почему на брюках моё время девочки не ходили брюках получилось так что я заканчивал десятый класс и оказалось что у него в гитисе уже курс я понимала что я не поступлю к нему но опять таки это бывает так что вмешались обстоятельства он разогнал весь первый курс и он делал добор на второй курс то есть это в мою пользу сыграл поэтому это все знаете как дело случая или проведения судьба и даже не знаю что это такое это и вправду оказалось судьбой и в жизни зудиной и в жизни табакова я из нее сделаю актрису хорошую актрису потому что как сказал бы френолог есть у нее это самая шишка искусства между студенткой и преподавателем вспыхнул роман это не было периода когда вы знаете там часто рассказывают вот например он не нравился а я ему нет а потом вот там через год он пришел и там не знаю принес букет цветов что-то сказал у нас такого не было все мгновенно произошло и все как глубоко естественно какая мне сила сколько в ней мягкости понимания это вы про кого и даже когда она сердится даже когда говорит о чем-нибудь саркастически все равно мне блещет такая играция такой живой ум ну просто с радостью подставляешь лоб пожалуйста однако олег был женат на актрисе людмиле крыловой у них было двое детей антон и александра и семью он оставить не мог он хорошо помнил как после войны от матери ушел его отец и как она это переживала долгие десять лет длился служебный роман табакова и зудиной я уже направо как раз думала в тот момент что конечно хорошо мне влюбиться посильнее встретить кого-то кто перебьет это чувство потому что ну куда уже десять лет просто мне хотелось нормальных более зрелых каких-то отношений опять-таки не потому что надо выйти замуж ли надо семью ну просто я хотела чтобы человек больше был со мной табаков все-таки разводятся с людмилой крыловой и через какое-то время женится на марине в этом браке у них родилось двое детей павел и мария вы знаете это конечно удивительное такое соединение вот была у нас однажды ситуация которая прям вот раз и навсегда меня заставила уважать обожать вот именно их как пару у нас был сбор труппы такой когда там мы что-то молодые пытались какие-то отставить свои права чтобы можно было сниматься там побольше я помню что уже уже все мы договорили уже сбор труппы закончился и что-то кто-то из мальчишек еще вот вдогонку попытался там олег палычу сказать мы бы видели как марина вячеславовна развернулась как тигрица она сказала оставьте его в покое я прям я даже сейчас слезы секрет отношений в любви вот он себя называл старик зудин отдавая приоритет и приподнимая подвигая вперед марину без любви это не могло не быть не могло это случиться без любви любовь это вообще про табакова в одном из интервью на вопрос как бы он рассказал о своей жизни пятью глаголами олег табаков ответил помогал выручал хоронил доставал делился но за всем этим конечно стоит глагол 6 любил и не случайно этим же чувством отвечали ему зрители разживем значит есть смысл какой-то я как это подумал обрадовался даже заплакал спроси почему и объяснить не умею я помню это был спектакль идеальный муж который он смотрел и принимал как художественный руководитель в табакерке и он на меня я там помню прям очень очень серьезно мне началось замечание говорить и я мягко говоря расстроился там реквизитор тетя таня а подошла ко мне врачу расстроился что ли да ты не переживай он ругает тех кого очень любят я не могу вот это искусство вот ради этого стоит жить гастроли в тольятти где мы выезжаем каким-то набором актеров и вдруг жванецкому по уважительной причине запрещают иметь творческий вечер я думаю ну что делать я звоню табаковые глаз лёли я тебя без ведома закладнее потому что заменить жванецкого невозможно почти но мне надо выручить он говорит запросто он меняет какой-то репетицию ради меня мозг фильм съемки летит 6 утра тронута была до слез и он такой дал вечер плюс потом показали казанскую сироту что это тольятти 20 минут аплодировал вообще хотели чтобы он до утра был да своеобразное в жизни чувство юмора думал что уж ничему не удивлюсь все прожил так сяк жизнь состоялась а прочел письмо и как кипятком по спине себя не обманешь ничего не состоялось если бросился и как чумовой суда примчался для него вообще любовь вот понятие как восприятие жизни любовь как глобальные чувства любовь к тому что ты делаешь любовь к близким любовь как память все-таки на этом все было основано но любовь никогда не мешала профессиональной объективности табакова отпущенная ему мера таланта всегда была для него строгим внутренним камертоном если не интересно засыпал однажды мы бомбарашем издавали в очередной раз он приходил у него этот диктофон который кнопочный еще упал упал этот диктофон у него и упал кнопкой на воспроизведение и там в темноте началось воспроизведение не может найти ну ладно что-то надо делать мобилизация при всей его демократичности общения тем не менее он был очень строг в освоении профессии поэтому у него не было любимчиков и поправился за 300 лет я сам всех цепях я когда поступал или когда пытался поступать к отцу степень моего серьезности моего отношения к этой профессии она была не тоже нулевой она была минус минус два с половиной но мне казалось что это левой ногой можно сделать я снимался с там шести лет мне вообще казалось что все это просто и легко и папа не очень любил называется кумовство поэтому я был на общих основаниях отодвинут чуть-чуть в сторону и абсолютно не мне это не было обидно он искренне считал что это не мое и мне этим не надо заниматься ты на доме 24 звезду видел я врата днем и ночью все вижу так вот если где увидишь так беги от того места пока тебе не наломали эти дома под нашей защитой понял мне повезло то что у меня не было такого то что вот это белое это черное это читай это не читай с этим дружи с этим дружи он как-то так что-то говорил закладывал и до меня это доходило через там несколько лет и потом я понимал что это все наверное благодаря воспитанию отца наверное самая большая его похвала была когда он смотрел фильм звезда и сказал что ну честь семьи я не не как это не опустил вот не подвел фамилию привет стой стой это мой отец в 1983 году олег табаков ушел из современника в московский художественный театр по приглашению олега эфремова давнего друга и коллеги первой ролью табакова на новой сцене стал сальери в спектакле о модели он играл ее больше 20 лет наполняя все новыми красками акцентами и интонациями переплавляя в ней горестность и радостность своей жизни свой человеческий творческий опыт зал на спектакле был переполнен всегда когда они умирали форума прожитых ими дней сохранялся только в том что были мы и наша музыка еще долго хранила о них память когда уже никто не вспоминал об их политических доктринах вот и скажите мне прежде чем осмелитесь называть нас лакеями кто же кому слушать кто такие актеры это люди говорящие по очереди есть такая злая шутка вот кто то говорит по очереди и мы слушаем и жадно ждем его а других не слушай олега табакова слушали всегда был ли он в своей любимой эксцентрично шутовской ипостася на экране или играл на сцене в пьесах островского мольера чехова и булгакова недаром же табаков любил цитировать строчку пастернака талант единственная новость которая всегда нова деньги у меня рассчитаны излишки обедом отдаю она пьянство и на мотовство аферистом разным такой статьи расходы у меня книга он всегда повторял что нужно именно на сцене быть смелым нужно рисковать не бояться ничего и абсолютно в разные пробовать разные жанры разные формы с разными режиссерами что же вы такой добрый я желаю тишины вам и деткам вашим и внукам вашим вот надо бы нам побыстрее это все сделать после смерти ефремова в двухтысячном году табаков возглавил московский художественный театр имени чехова при этом он продолжал руководить переживший невзгоды табакеркой преподавать играть на сцене и сниматься в кино ставить спектакли в россии и за границей но при всей своей невероятной загруженности самыми главными для него всегда были люди втянутые в орбиту его человеческого и творческого существования то что он делал для людей которые работали в его театрах наверное такое не делал никто то есть там это и доплата на детей ежемесячные на каждого изменяет память по моему каждому сотруднику театра и он всегда был он умел собрать людей взбодрить и сказать что все будет хорошо и все это верили сколько раз я тебе говорил смотри легче на жизнь смотри легче на жизнь с таким взглядом вообще нельзя жить жизнь должна быть весела легка приятно был жаден до талантов и брал очень много людей в театр он о каждом из них беспокоился и старался сделать так чтобы человеку которого позвал было интересно работать там он абсолютно понимал финансовую составляющую недорогой актерской работы в театре и старался эту финансовую составляющую реализовать зарплаты сделать больше искал невероятное количество грантов только для того чтобы его актерам было комфортно работать они получали достойные деньги уверен вы понимаете что эти восторги хороши особенно когда они обращены в звонкую монету он заботился как о своих детях поэтому мы это воспринимали как абсолютно естественное мы даже не понимали что бывает совсем не так когда были тяжелые годы голодные годы да вот совсем был пост перестройки лес конец перестройки то его друзья из германии привозили нам а такие контейнеры буквально с едой для нас для артиста подкармливая нас нас половина моего курса мальчишки были одеты там какие-нибудь шарфы там свитера олег палыча потому что он просто привозил в общагу им туда еду какую-то вот свою одежду которая еще уже ему мало там да ну которая хорошего там качество еще и они все с удовольствием с гордостью ходили носили там его кепки все думают только о том как жить а зачем никто не хочет думать что есть твоя жизнь для чего-то в ней нужен ли кому-нибудь я видела его в роли прибыткого но это был последний спектакль на который я пошла и я уже с горьким чувством поскольку его очень люблю сожаление видео то в общем то он уже болеет что ему же все это довольно трудно дается но без сцена он жить не мог все равно такое ощущение что сейчас углевкин да далек павлович сейчас я запишусь здравствуйте есть это ощущение что где-то где там ряд где-то близко к нему можно было подключаться очень многие были подключены в его лучах люди расцветали с лучших своих сторон меня еще знаете какое ощущение что на всех учениках олег павлович был какой-то вот его отблеск а с его уходом так скажу что мы просто каждый из нас это каждый из нас а подсветка это ушла но все-таки что то есть незримое в нашем лексике в нашей органике что все-таки отличает вот это табаковск табаковский ученик этот хороший но другой мы могли точно одной крови потому что какой-то секрет есть который он нам открыл нас объединяет я как-то знаете я на сих пор не могу представить что его нет это так странно очень потому что я уверен что он и там найдет себе дело олег павлович